Приветствую всех на канале Есть-Поесть! Предлагаю испечь очень простой и в то же время необычный пирог. В нем гармонично сочетаются карамель и апельсин. Вы не представляете, насколько это вкусно и ароматно! Он просто волшебно благоухает во время выпечки, так, что не терпится его скорее попробовать. Уверена, такой пирог придется по вкусу не только любителям апельсинов, а список ингредиентов вы найдете под описанием к видео. Итак, для начала сделаю карамель. Для этого на теплую сковороду выкладываю масло, желательно комнатной температуры. Сюда же высыпаю сахар и размешиваю, дожидаясь, пока растает масло. То же самое можно сделать в толстостенной кастрюльке или сотейнике. Огонь при этом должен быть умеренным. Очень важно не сжечь карамель, иначе пирог будет горчить. Периодически помешиваю, пока сахар полностью не растворится и масса не превратится в карамель. Как только это произойдет, убавляю огонь до минимального и небольшими порциями начинаю вливать горячее жирное молоко, можно взять сливки. При этом размешивая, только будьте аккуратны, каждый раз появляется большой выброс пара и могут быть брызги. После того, как все молоко влито, отключаю газ и пока оставлю. Тем временем займусь апельсином. Беру такой достаточно крупный, отрезаю края, разрезаю пополам. Разумеется, если есть косточки, их нужно удалить. Режу ломтиками толщиной 7-8 миллиметров, а затем такими небольшими дольками. Примерно вот так. Вот эти белые серединки также можно отрезать. Теперь пришло время сделать тесто, для которого желательно брать все продукты комнатной температуры. Итак, к трем яйцам добавляю пару столовых ложек сахара, ванильный сахар и соль, взбиваю несколько минут до растворения сахара. Вливаю рафинированное подсолнечное масло. Карамель, которая у меня уже остыла, но продолжает быть слегка теплой, переливаю в мерный стакан. Мне понадобится 250 миллилитров, а все, что останется, пойдет на покрытие пирога. Вливаю частями, при этом размешивая миксером на малых или средних оборотах. После этого в несколько этапов подсыпаю муку, в которую я уже добавила разрыхлитель, каждый раз также помешивая миксером на малых или средних оборотах. Ну вот, примерно такой консистенции должно получиться тесто. Выкладываю сюда резанные апельсины и аккуратно лопаточкой вмешиваю их в тесто. Выкладываю его в форму, смазанную маслом. Я беру форму диаметром 22 сантиметра. Разравниваю, стараясь утопить кусочки апельсинов, чтобы они не торчали, и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку минут на 45-50, а вы ориентируйтесь по своей духовке. Проверяю на готовность деревянной шпажкой. Оставшаяся карамель загустела, распределяю ее по пирогу. Если она у вас остается жидкой, можно нагреть и добавить немного муки. Как только вы отрежете кусочек этого пирога, его аромат зачарует вас еще больше. Не менее выразителен и вкус этой выпечки, насыщенный апельсином и карамелью. В общем, пирог совсем не банальный. Структура у него мягкая и нежная, с попадающимися кусочками апельсина, которые превращаются в цукаты в процессе выпечки. Ведь не зря я беру именно апельсины с толстой корочкой. Она становится мягкой, похожей на мармелад. Друзья, если вам понравился рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Как вы думаете, с чем кроме апельсина можно испечь такой пирог? Смотрите на канале и другие рецепты не менее вкусной и интересной выпечки. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.